коллеги всем добрый день неслав добрый день всем добрый день лиги давайте проверим как нас слышно проставьте плюсики в чат если нас слышно хорошо хорошо слышно да плюсики полетели значит слышно хорошо давайте начинать еще раз добрый день мы начинаем наш сегодняшний вебинар на тему бим проектирования время от первые этапы работы лектор станислав вощиков специалист по бим моделированию сертифицированный специалист автодеск create professional сегодня у нас 3 вебинар из серии под общей темой бим проектирования от основ до практического применения напишите пожалуйста в чатике единички те кто был на первом или втором наших вебинарах чтобы мы понимали какая у нас аудитория сегодня так вижу пошли единички не двоечки тоже отлично отлично рад снова вас приветствовать надеюсь наши вебинары действительно вам полезны поэтому на них приходите на каждый из них напомню что следующий вебинар состоится у нас от 20 июня ссылочку на вебинары на регистрацию на серию вебинаров я отправил в чат те кто еще не зарегистрировался регистрируйтесь чтобы не пропустить следующие события узнавать о новых событиях вы можете не только на нашем сайте но и в группах социальных сетях также кинул ссылочки в чат секунду вот они добавляйтесь в социальных сетях или регистрируйтесь на сайте не пропускайте актуальные события несколько организационных моментов вебинар у нас продлится 60 минут на вопрос мы будем отвечать по ходу вебинара в чате и на вживую на вопросы будем отвечать в конце вебинара если потребуется сразу отвечу на популярный вопрос запись вебинара будет после того как мы обработаем видео выложим его на сайт и отправим всем зарегистрированным пользователям на почту прошу вас оставлять ваши вопросы во вкладочке вопросы вижу что уже кто-то написал находится в левой в левом нижнем углу где чат и есть общие рядом вопросы также призываю вас быть активными задавать свои вопросы оставлять комментарии на этом вступительную часть я завершаю передаю слово лектору станислав да спасибо так ну пожалуй начнем у нас сегодня первые этапы работы что в что сегодня мы пройдем что рассмотрим мы рассмотрим создание вообще в принципе создание проекта на основе шаблона создание видов различных планов этажей фасадов разрезов все что нужно 3d видов и так далее и рассмотрим создание уровней и все так осей прежде чем мы будем что-то создавать нам нужно первым делом выбрать шаблон на котором мы будем создавать все эти весь проект поэтому сегодня у нас будет вебинар проходить уже как бы практически с практической стороны я буду показывать время те но некоторые слайды буду показывать презентации так переходим собственно криви то у нас сегодня мы вам на 19 9 это самая последняя версия первым делом нам нужно создать файл файлы у нас в рейте создаются на основе шаблонов кто был на предыдущем вебинаре я думаю надеюсь помнят об этом шаблоны у нас хранятся уже самом рейте стандартные это четыре шаблона которые устанавливаются всегда это шаблон строительства архитектурный шаблон шаблон несущих конструкций шаблон механического оборудования в принципе их использовать надобности нет почему потому что для наших реалий российских они особо не применимы у нас есть в россии сообщество автодеск комьюнити которая создала свои шаблоны для для россии об этом я тоже рассказывал на прошлом вебинаре вот мы принципе на них и можем потренироваться так сказать первым делом для того чтобы создать какой-то проект нам нужно эти шаблоны подгрузить для этого нажимаем на кнопку файлы нажимаем на кнопку создать проект если когда мы открываем вот вот кнопку создать проект мы видим что здесь присутствует список шаблонов которые у нас подгружены это четыре шаблона основных мы можем через кнопку обзор найти тот шаблон который нам необходим допустим если мы скачали какой-то из интернета или если у нас где-то в папке лежит какой-то другой шаблон но каждый раз делать конечно же это неудобно поэтому легче подгрузить эти шаблоны сразу же изначально чтобы они у нас всегда отображались вот в этом списке шаблонов для этого мы переходим во вкладку файл нажимаем на кнопку параметры и вот тут уже выбираем во вкладке файлы у нас присутствует 4 шаблона и вот есть кнопочка плюс для того чтобы добавить какой-то путь к новому шаблону эти шаблоны можно удалить можно перемещать это уже но смотрение каждого в принципе они особо не нужны поэтому их можно и удалить нажимаем на плюсик и вот я специально подготовил здесь два шаблона это шаблоны как раз автодес комьюнити российского шаблоны по инженерным системам ув и вк и шаблон по аэро вот давайте подгрузим я подгружу и то и другое вот они у нас появились здесь и нажимаем окей сразу же после того как мы как я подгрузил они у нас появились вот здесь в быстром доступе я сразу же могу создать проект на основе вот этого шаблона давайте нажмем на него либо нажимаем на кнопку создать и выбираем отсюда из списка либо уже нажимаем просто на этот шаблон появился начальный экран мы уже зашли в сам ревит как я на прошлом вебинаре рассказывал нас есть два основных окна это диспетчер проекта и свойства свойства у нас сейчас находится справа спичер проекта слева эти окна можно перемещать перетасовывать куда вам угодно можно совмещать вот таким образом если у вас допустим маленький экран можно перенести вот таким образом если кому-то конечно это удобно можно вот таким образом но самый удобный я считаю вот этот топ этот вид когда у нас с одной стороны окна необходимые и с правой стороны это уже рабочее окно давайте посмотрим теперь что у нас здесь имеется диспетчер проекта у нас настроен таким образом что в шаблоне увы и вк у нас есть так называемые вспомогательные виды и так называемые оформленные виды вспомогательные виды нужны для того чтобы мы там создавали свою модель рисовали там любыми линиями так сказать детализации показывали какие-то элементы которые нам на оформленных видах не нужны в общем что угодно делали практически в на оформленных видах у нас они настроены таким образом чтобы все лишнее не попадало на эти виды и они предназначены для того чтобы размещать эти виды на листах вот такая вот небольшая иерархия давайте теперь перейдем на вкладку вспомогательные виды у нас есть вот здесь вот раздел vk здесь есть раздела в ну для примера выберем у в и здесь у нас присутствует планы этажей такая аббревиатура в в этаж 1 0 1 сводный она не просто так здесь каждый элемент обозначает что-то в это вспомогательные видов это то что он относится к разделу отопление вентиляции этаж 01 что он относится к уровню этажа 01 и сводный то что он сводный там отображаются и отопление и вентиляция и теплоснабжение и холодоснабжение и так далее теперь давайте перейдем на этот вид так как у нас в модели ничего нет то мы собственно ничего не видим нас здесь есть только две такие вот опорные плоскости так называемый что это за опорной плоскости эти опорной плоскости означают начало проекта пересечения точнее этих опорных систем означает начало проекта это координаты 0 0 0 от и их эти опорные плоскости можно не увидеть и других шаблонов вот здесь вот для удобства чтобы видеть где же эта точка находятся специально такие опорные плоскости нарисованы всегда когда вы начинаете проект рекомендуется конечно же начинать его пересечения вот этих опорных плоскостей совмещать с пересечением начал осей 1 а ну как бы чтобы у нас всегда проект начинался с одной точки это очень важно для для дальнейшей совместной работы теперь давайте перейдем на виды по умолчанию у нас здесь есть фасады и посмотрим что у нас есть на фасадах на фасадах у нас есть вот так называемый уровень уровень у него есть отметка и есть наименование уровня вот сейчас мы будем первым делом создавать сетку осей создадим рассмотрим как она создается что она из себя представляет и создадим уровнем вот первым делом давайте создадим вот я покажу как создать уровне очень важный момент вот как раз я покажу на презентации что из что еще представляют уровне и оси в автокаде мы конечно привыкли что это просто линии на как бы на плане на каком-то или на разрезе там но в ревите это уже не линейные объекты это плоскостные объекты если посмотреть что на плане мы видим ось как проекцию то в как бы в 3d это линия на самом деле является не линий а плоскостью которая на план проецируется как обычная линия вот можно вот здесь представить такие две плоскости у нас есть вот уровень допустим первого этажа второго этажа сейчас подождите включу вот есть первый этаж есть второй этаж есть третий этаж три уровня и собственно эти уровни представляют из себя такую плоскость и собственно оси тоже представляют себя плоскость только уже одния горизонтально а вертикально и собственно что мы видим на планах мы видим на плохо на планах проекцию вот этой плоскости оси который у нас вот на проекцию на плоскость вот этого уровня это очень важно понимать я чуть позже объясню для чего это собственно вот из созданием вот этого переходим дальше к ревиту что у нас получается собственно в проекции на фасад у нас плоскость уровня является просто линию такой у любой плоскости есть границы вот собственно границы у нас этой плоскости являются вот эти точки вот круглые точки такие их может быть плохо видно под ними имеется вот такая вот такой текст 3d это означает что плоскость является вот эта линия уровня является 3d объектом в плоскости и ее граница заканчивается именно в этой точке дальше плоскость плоскости нету и собственно с другой стороны тоже самое давайте теперь создадим я вам покажу как создавать уровне это собственно не сложно мы переходим вкладку архитектура и у нас здесь есть два инструмента которые мы сегодня рассмотрим оси уровень нажимаем на уровень и вот появляется пересечение такое курсор меняет свое отображение на пересечении и нам ревит предлагает создать укажите начальную точку уровня всегда ревит в нижнем левом углу пишет что нам нужно сделать укажите начальную точку уровня уровне конечно же лучше создавать не как-то вот непонятно как а каждый под друг другом получается совмещать их границы не нужно начинать допустим если у вас между этажами 3 и 3 метра не нужно начинать отсюда вести лучше конечно начинать чтобы все было ровно начинать вести под тем местом где заканчивается предыдущий уровень собственно вот таким образом назначаем начальную точку назначаем конечную точку что для это почему так нужно делать это удобно потому что теперь если я допустим если мне нужно эти плоскости эти уровни растянуть если допустим у меня здание оказалось гораздо больше то я могу просто выделить один из уровней нажать вот на вот этот вот круглешочек который означает границу плоскости уровня и потянуть ее в то положение куда мне необходимо при этом все остальные уровни которые идут у которых граница плоскости совпадает они тоже потянутся за ним вот не нужно будет каждый уровень тянуть по отдельности когда вы создаете уровень когда вы создаете уровень то сразу же автоматически создается некий набор видов на основе этого уровня где это можно посмотреть как только вот мы создали этаж 02 в диспетчере проектов появилась вот здесь вот вкладочка с вопросиками если мы раскроем то здесь появился план несущих конструкций план потолков и помимо всего прочего помимо этих двух видов у нас появился момент у нас должен был появиться еще один план найти его конечно же достаточно сложно каком месте он должен был появиться но неважно всегда на основе какого-то уровня у нас вот появляется какие-то планы какая особенность у планов планы не могут быть созданы просто так планы всегда привязаны к какому-то уровню соответственно если вам нужно создать допустим план 31 этажа какого-нибудь там или 50 то собственно вам нужно обязательно в обязательном порядке создать уровень на этом для этого плана на какой-то там отметки там условно 100 метров и только потом уже на основе этого уровня вы создаете вот такие вот планы а давайте еще раз посмотрим почему создались именно вот эти вот план несущих конструкции план потолков почему они создались давайте нажмем на кнопку уровень опять создадим еще один при создании уровня у нас вот здесь есть такая кнопка создать вид в плане если мы эту галочку убираем то соответственно на основе этого уровня уже никакие планы создаваться не будут вот создаю создаю я третий этаж создал но новых планов здесь не прибавилось никаких создадим еще один уровень если нам нужно задать определенные типы планов которые нам нужно разместить спичере проектов допустим планы потолков нам не нужно планы несущей конструкции тоже не нужно нам нужно создать какой-то еще для этих задач у нас есть кнопка типы видов в плане нажимаем на нее и здесь мы выбираем какой к сожалению не растягивается от этого так кошечка маленькая какой тип планов мы можем создавать вот как раз и здесь видно что предыдущий план вот второго этажа точнее уровень второго этажа а к нему применялось создание планов потолков и несущей конструкции собственно что мы и увидели она допустим нужно создать на основе там четвертого уровня не планы потолков и несущей конструкции а допустим вот все планы поры сделал увы я хочу вентиляцию топление создать теплоснабжение холодоснабжение и нажимаем окей нажали окей и мы сейчас только применили я сейчас только применил настройки сейчас создаем план этаж 0 4 создал создал уровень и теперь смотрим планы потолков планы несущей конструкции не прибавились все окей переходим на у в вспомогательные виды вот наш план вентиляции на основе четвертого этажа план отопления на основе четвертого этажа и так далее все эти планы создались а теперь собственно когда у нас планы создаются им присваивается уникальное значение этаж 0 4 в скобочках 3 никогда не бывает такого чтобы несколько планов были с одним и тем же именем если я возьму сейчас и переименую допустим у нас есть вот холодоснабжение так извиняюсь не холодоснабжение ну вот холодоснабжение ну вот холодоснабжение у меня называется этаж 0 4 в скобочках 4 и давайте я теплоснабжение тоже переименую в то же название то ревит выдает вот такой ошибок что введенное имя уже используется видите уникальное собственно у каждого вида каждого типа каждой категории видов должны быть уникальные значения но это работает на самом деле допустим если у вас планы потолков есть и планы этажей они уже могут быть одинаково названы потому что это разные категории элементов в ревите у нас есть этаж 02 в категории планы потолков и допустим я могу спокойно создать еще один этаж 02 для планов этажей допустим что если мы не успели назначить при создании уровня какие типы видов нам необходимы вот забыли либо вообще эту галочку не включили что в этот момент делать а для этого допустим у меня есть этаж 02 относительно которого создан только план потолков в плане несущей конструкции я перехожу в вкладку вид и здесь есть кнопка виды в плане видов в плане есть несколько сейчас давайте я вам покажу еще один слайд вот у нас есть категории планов их четыре вида это планы этажей собственно ну самый распространенный вид план потолка план несущей конструкции который используется для конструкторов и планы зонирования тоже используется очень редко обычно используется архитекторами для зонирования в проекте собственно вот эти все четыре вида все четыре категории планов мы видим вот здесь вот в этой кнопочке момент мы видим вот в этой кнопке виды в плане план этажа план потолка план несущей конструкции план зонирования если нам нужно создать допустим план вентиляции по второму уровню нажимаем план этажа и выбираем какие типы какой тип плана нам нужен нужна вентиляция выбираем вентиляцию о в вентиляция вот тут и здесь присутствует список уровней относительно которого такой тип плана еще не создан допустим этаж 02 нажимаю ok вот создали создали новый план этажа 02 вот он а теперь каким образом вот создавать эти типы планов у нас в ревите все семейства имеют типы и экземпляры вот если вы посмотрите на вот этот слайд виды как и остальные семейства имеют типы экземпляры я вам рассказывал это на предыдущем вебинаре если кто присутствовал собственно этих типов может быть безграничное количество они создаются ну для каких-то определенных задач допустим вот в нашем проекте у нас есть для разделов есть отопление есть вентиляция план для вентиляции план для отопления план для этих теплоснабжения план для холода снабжения но это не весь список у нас могут быть также и какие-то вспомогательные виды как я вот уже показывал могут быть виды для выдачи заданий допустим архитектором конструктором другим смежным специальностям и так далее типов этих может быть безграничное количество как я уже сказал и они создаются уже для каких-то определенных функций вот допустим в этом в этом шаблоне у нас представлены какие типы планов этажа вот их сколько много вот здесь в этой кнопке у нас представлены всегда типы элементов для определенных категорий допустим вот планы этажей у нас есть координационный вид есть сводный вид есть план этажа для водопровода для канализации для горячего водоснабжения гвс допустим но это по канализации по вк разделу по разделу в у нас есть вентиляция отопление специально специальный план для пространств сводный план теплоснабжение холодоснабжение и так далее если нам нужно создать дополнительные какие-то типы планов допустим не помню тут есть сводный по так сводный по вк есть можно создать при помощи копирования уже существующего нажимаем здесь изменить я могу создать новый при помощи копирования допустим вентиляция ну там вентиляция пусть будет 2 нажимаем ok и он у нас уже присутствует данный тип списке типов и мы его можем уже использовать создавать на его основе новые планы теперь давайте перейдем на план этажа на план этажа и создадим оси создадим оси оси у нас создаются практически так же во вкладке архитектуры у нас есть кнопка оси причем можно увидеть что вкладка уровень кнопка уровень неактивно уровни можно создать только на видах вертикальных это фасады разрезы нажимаем на кнопку ось и собственно точно так же назначаем начальную и конечную точку назначаем начальную точку назначаем конечную точку вот я нарисовал одну ось что в этой оси особенного оси и уровни у них есть такая особенность они можно сказать состоят из двух из двух семейств для понимания сейчас я покажу небольшой слайд вот такой слайд свойства сей уровней и собственно у нас каждая каждый элемент оси каждый экземпляр оси состоит из двух можно сказать семейство это системы и системное семейство это загружаемое сем здесь вот собственно сама ось сама плоскость так сказать является системным семейством помню даже на предыдущем вебинаре я сама чтобы системные семейства у нас всегда присутствуют в проекте их нельзя полностью удалить загружаемые же семейство можно полностью удалить можно загружать извне и так далее вот собственно системное семейство у нас является вот этой вот этой линии точнее линии в проекции на самом деле плоскостью а загружаемое семейство это вот этот элемент элемент обозначения почему сделано таким образом собственно потому что оси у нас используются где угодно ну как бы и любые комп на любые фирмы в любой стране этот элемент универсаль а обозначение она не универсальна она может отличаться допустим вот как здесь приведены несколько примеров осей это ось допустим с диаметром 8 миллиметров диаметром 10 миллиметров допустим может быть вот такая двойная какая-то ось если нужно для каких-то габаритных размеров и так далее мы можем вот это обозначение менять причем в любом случае этот элемент будет являться семейством оси то же самое у нас из уровнями уровнем как таковым как плоскость является системное семейство а вот это обозначение это уже так сказать добавка к этому к этому системное семейство это загружаемое семейство тоже можно изменять допустим тоже для чего это сделано допустим у нас в россии принято уровень обозначать вот такой стрелочкой с обозначением отметки а допустим за рубежом применяется ну если вот видели наверное у них применяется вот такая вот я конечно разными цветами рисую но ничего страшного применяется вот такой кругляшок с перекрестием и вот здесь вот закрашены некоторые закрашены вот таким образом сегменты этого кругляшка вот это обозначение уже может изменяться каким-то образом давайте посмотрим как это делается и где это вообще настраивается при так момент я включу трансляцию ревита выделим нашу ось которую вот я создал собственно вот наше обозначение вот наша сама ось если мы зайдем в свойства типа данной оси свойства типа у нас присутствуют в кнопке изменить тип нажимаем на нее и вот здесь вот присутствуют некоторые параметры данного данной оси данного типа оси сверху этого окна мы можем прочитать какое-то семейство это семейство видно что она системная оси сетки далее под ним мы видим типы данного семейства если раскроем этот список видим что их есть несколько 8 миллиметров 3 типа по 8 миллиметров и 3 типа по 10 миллиметров 8 и 10 миллиметров это обозначение это вот как раз диаметр этого кругляшка и как раз в параметрах данного семейства оси мы обозначаем мы выбираем обозначение а обозначение вот это вот обозначение является уже загружаемым семейством мы можем также раскрыть этот список и здесь увидеть что мы можем поставить а вот это семейство с диаметром 8 миллиметров семейства с диаметром 10 миллиметров и еще вот есть одно семейство заголовок оси сетки называется окружность 5 миллиметров допустим если теперь я с такими настройками нажму ok ну вот собственно особо ничего конечно разницы не видно извиняюсь но в принципе видно да что ось изменяется изменяется ее шрифт и изменяется диаметр окружности вернемся как было но теперь где же посмотреть само вот это загружаемые семейства где они находятся все загружаемые семейства которые мы когда-либо загружали в этот проект находятся в диспетчере проектов закроем это окно в диспетчере проектов у нас есть специальная вкладка семейства раскрываем ее и у нас здесь большим большим списком представлены все семейства здесь конечно не только загружаемые здесь есть и системные семейства допустим такие как воздуховоды витражные системы гибкие воздуховоды крыши лестницы это все загружаемые семейства допустим такие семейства как вот тут наверное их и нету да тут сложно найти загружаемые семейства по большей части здесь конечно системные где найти вот это вот отображение этой оси все отображения 2d элементов у нас находится в аннотационных обозначениях поэтому раскрываем это список и видим здесь большой большой такой в этой вкладке большой список всех аннотационных обозначений и теперь ищем где где же наши вот это вот семейства обозначение оси вот собственно она у нас присутствует это адска марка оси гост 21 ну и так далее скрываем список и у нас здесь как раз два данных типа это диаметром 8 диаметром 10 миллиметров мы можем спокойно создать допустим новый тип если нам нужно допустим давайте я сделаю 14 миллиметров сделаем радиус ему так как диаметр 14 то радиус будет 7 мы создали я создал новый тип для обозначения оси теперь если я посмотрю в свойствах уже системного семейства оси у меня появился данный тип в списке вот он д-14 могу его выбрать спокойно и вот видно что моя ось теперь увеличивается вот какая была и вот какая становится теперь создадим сетку осей для примера для создания осей мы можем выбирать инструмент ось и создавать поочередно выбирая расстояние необходимое нам появляется всегда временный размер который привязывается к ближайшему элементу но допустим 3 сейчас видим значение 37 можно в любой момент если вам неудобно вот так искать необходимое значение можно вписать конечно из клавиатуры допустим вместо 3 метров написать 4 метра все пишется в миллиметрах 4000 нажимаем enter задаем начальную точку и задаем конечную точку здесь работает такой же принцип как и уровень как и у уровней если у нас границы плоскостей у осей совпадают то при перебить таскивание одной оси у нас перетаскивается сразу же все работает и сверху и снизу вот таким образом нумеруются оси всегда вот таким образом по порядку но что делать допустим если у нас вот следующая пятая ось и у нас пошли уже буквенные оси ревит конечно же не понимает что нам нужно теперь буквенные оси назначать то здесь уже нам нужно ее вручную изменить вместо 6 пишем а так меняюсь вот написали а и теперь уже в дальнейшем новой оси будут создаваться уже с буквенной нумерацией помимо того что можно просто создавать новые оси можно просто копировать существующие если я выделю ось и нажму во вкладке изменить на кнопку копировать у нас здесь есть инструменты с для изменения элементов их обозначение абсолютно такое же как и в автокаде если новый автокад видели то вот эти значки все такие же абсолютно вот таким образом копировать и при этом в любом случае нумерация оси она будет изменяться помимо просто вот таких обычных значений мы можем писать значения через там дроби и так далее допустим если у нас вот после 5 оси нужно поставить 5 дробь 1 5 2 и так далее то здесь уже работает такой же принцип я просто изменяю название оси 5 на 5 друг 1 а дальнейшие оси уже будут нумероваться 5 дробь 2 5 дробь 3 5 4 и так далее вот таким образом здесь подтянул и вот такой сейчас будет достаточно важный момент давайте мы сейчас создадим разрезы каким образом создается разрез разрез создается во вкладке вид вообще в принципе все виды создаются во вкладке вид либо на панели быстрого доступа панель быстрого доступа у нас находится вверху окна там где кнопки открыть сохранить печать и так далее вот есть кнопочка разрез в эту вкладку в эту панель быстрого доступа вы можете свои какие-то элементы сроки это команды размещать нажимаем на кнопку разрез и так же как и для планов этажей мы можем выбирать тип тип разреза типы мы выбираем вот в этой кнопки с узлов в окне свойств раскрываем и видим что у нас тоже разрезов различных очень много для различных задач допустим для водопровода разрез для канализации для вентиляции для отопления и так далее ну давайте выберем вот для допустим так как у нас у в мы же рисуем новое поэтому выберем разрез для у в точно так же как и оси задаем начальную точку и задаем конечную точку задали начальную и рисуем каким образом у нас где у нас разрез должен кончиться нарисовали конечную точку у нас появилась вот такая пунктирная линия что это пунктирная линия обозначает это пунктирная линия обозначает границы нашего разреза собственно все что не входит в эту в этот прямоугольник показываться не будет для примера как я покажу вот я нарисую давайте стеночку одну вот тут и стенку одну вот здесь и еще одну стенку я нарисую вот таким образом видно да что по идее у меня должна на разрезе появится только вот эта стена для перехода на разрез я могу воспользоваться диспетчером проекта чтобы найти этот разрез у нас увы вот появилась вкладка разреза сечение 0 либо просто способ гораздо удобнее выделяем разрез правой кнопкой мыши перейти к виду и что мы здесь видим мы здесь видим только одну стену которую я создал остальные стены мы не видим у разрезов есть вот такая область подрезки ее тоже можно изменять видите с изменением области подрезки у нас изменяется отображение разреза что мы видим на нем допустим если я потянул справа точнее слева то я видите увижу стенку которую я нарисовал сбоку вот эту стенку теперь если я выделю разрез то я вижу что у меня вот этот прямоугольник уже стал больше он уже вот эту стенку уже показывает но не показывает вот эту стенку каким образом я могу настроить область ну как бы границу проецирования насколько глубоко разрез будет и будет видеть а сейчас глубину проецирования можно изменить при помощи перетаскивания вот этого вот этого элемента этих двух стрелочек это первый вариант либо второй вариант свойствах разреза у нас есть параметр смещения дальнего предела секущего диапазона вот это значение можно допустим поставить пять метров вот он увеличился теперь соответственно если я перейду на этот разрез я уже увижу последнюю мою стену собственно таким же образом работают и создание фасадов при создании фасада ну к сожалению вот здесь сейчас я перейду на координационный план при создании фасада фасад немножечко по другому создается он при создании фасада мы не назначаем начальную конечную точку мы просто назначаем с какой стороны мы будем на элемент смотреть он привязывается к элементам видите он видит гранит грань вот этой стены и сразу же меняет свое положение вот если я с этой стороны смотрю он мне будет показывать справа если с этой стороны смотрю мне будет показывать сверху при создании вот сразу же появляется вот здесь наш вид вот он наш фасад фасад собственно сильно не отличается от разреза отображение абсолютно такой же и очень важная информация как раз по поводу того почему очень важно понимать что оси и уровни у нас являются плоскостями вот я создал разрез и собственно если я на него перехожу я вижу что у меня есть оси что у меня есть уровни но что будет если я сейчас создам если я сейчас создам вот таким образом разрез допустим у меня вот здесь вот еще есть очень много различных осей так извиняюсь немножечко криво вот так и я создаю разрез вот в этом месте теперь если я перейду на него то что я вижу я вижу что оси у меня отображаются а уровней нету очень частая проблема в том что не видно уровней как эту проблему решить и почему она вообще происходит если я перейду на ну допустим на какой-то фасад на южный то я увижу что вот моя плоскость разреза где она проходит и вот где проходят мои уровни уровни как я вижу не достигают разреза соответственно для того чтобы мне видеть линию проект проецирование уровня мне нужно чтобы эти две плоскости пересекались обязательно поэтому для того чтобы видеть уровни я плоскости разреза довожу до пересечения с разрезом теперь если я перейду на этот вид то у меня видите уровне отображаются вот таким образом это работает важно понимать что разрезы у нас точнее уровни и оси у нас являются плоскостными элементами и для того чтобы этот элемент увидеть нам нужно задать пересечения двух плоскостей а как раз пересечение двух плоскостей является этой линии проецирования у меня на этом все для подведения итогов первое что мы сегодня узнали то что у нас оси и уровни являются так сказать элементами состоящими из дополнительных семейств это обозначение само семейство уровня и оси это системное семейство но также в нем присутствует семейство обозначение которое является загружаемым семейством второе то что уровни и оси у нас являются плоскостными элементами и третье что планы этажей планы потолков полнонесущих конструкций всегда создаются только на основе каких-то определенных уровней если я перейду на план этажа то я всегда могу посмотреть какой у меня уровень связан с этим планом вот допустим на этом плане у меня связанный уровень этаж 0 и 1 меня на этом все спасибо за внимание и жду ваших вопросов так ну вот здесь есть уже вопросы до станислав я хотел вас попросить перед тем как отвечать зачитывать вопрос и собственно отвечать так где можно скачать шаблоны как у вас шаблоны можно скачать на сайте автодеск проще всего даже на любом абсолютно в любом поисковике просто забить ревит шаблон и тот шаблон который вам нужен допустим ревит шаблон в ревит шаблон а r и так далее он вам сразу же первой ссылкой выдаст ссылку на сайт автодеск и как раз там этот шаблон можно будет скачать второй вопрос как быть если одев часть этажа на одном уровне а другая часть этажа на другом уровне скажем на один метр выше до хороший вопрос помимо того что так сейчас момент я включу трансляцию ревита помимо того что у нас есть вот допустим план тажа такой мы можем и у этого плана этажа есть определенные определенные там стекущий диапазон мы можем создать фрагмент плана с другим секущим диапазоном вот при помощи этой кнопки мы можем назначать я показывать не буду просто вам покажу что вот при помощи этой кнопки мы можем выбирать какую-то область допустим если у вас в этой части здания отметка не допустим ноль а минус один метр то вы вот в этой части здания создаете вот такой контур и применяете секущий диапазон допустим на минус метр и у вас будут отображаться элементы на минус метр относительно этого уровня извиняюсь так следующий вопрос можно ли оси создавать автоматически как массив указав количество осей по x и y да это тоже возможно при создании при выделении существующей оси прошу прощения при создании выделение существующей оси у нас есть кнопка массив вот и при помощи этой кнопки мы можем извиняюсь при создании при создании Небольшая пауза у нас. Давайте пока, если у вас есть вопросы... Да, спасибо, Николай. Я надеюсь, Станислав сейчас вернется к нам в эфир, и все будет хорошо. Напишите, если есть у вас вопросы. Как раз есть у нас время, чтобы их разобрать. Еще 5-10 минут. Если вопросов нет, тогда тоже напишите, что вопросов нет. И тогда будем завершать и заканчивать нашу трансляцию. Да, коллеги, слышно меня? Прошу прощения. Что-то с голосом. Да, слышно. Так, да, вот вопрос был, можно ли создавать массив. У нас есть инструмент массив. Мы его используем для создания сразу же нескольких осей. Здесь мы выбираем количество и, допустим, сделать сразу же 10 штук с определенным шагом. Допустим, 2 метра. Вот у вас создается сразу же несколько осей. Так что это, в принципе, возможно. А шрифт, да, шрифт по ГОСТ. Вы в любом случае можете его изменить, допустим, если он вас там не устраивает. Вот как он выглядит, допустим. ГОСТ 21. И так далее. Вот как шрифт выглядит. В принципе, он удовлетворяет. По крайней мере, большинство пользователей. Изменение цвета осей. Да, изменение цвета осей тоже это возможно. Но, конечно, для этого нужно будет создавать новые типы осей. Допустим, у нас есть вот такая черная. Я могу создать новый тип. Допустим, скопировать уже существующий и назвать ее красное. И выбрать цвет конечного цвета. Вот теперь она красная. Вот этот элемент, так как это загружаемое семейство, то видно, да, что элемент загружаемого семейства, он как бы свой цвет не изменил. Вот поэтому, чтобы изменить цвет и загружаемого элемента, нужно тогда уже изменять его в редакторе семейства. Это чуть сложнее. Да, у кого еще будут вопросы? Коллеги, по конечной цели, наверное, я поясню. Ну, цель проведения наших вебинаров, прежде всего, это дать вводную информацию по технологии BIM и по возможности использования ее с помощью Revit. Это та информация, которую мы дадим. И, ну, конечно, нам будет очень приятно, если вы в конечном итоге с помощью этих инструментов будете закладывать в проекты по умолнии и защите и заземлению наше оборудование. Но цель именно вебинаров – дать знания, дать информацию, дать инструменты. Так, да, здесь еще вопрос. Примечания лучше делать… Вопрос примечания и общие указания, как лучше делать? Примечания лучше делать при помощи текстовых примечаний. На листе, допустим, здесь уже представлен определенный, допустим, лист. И вы можете при помощи инстекста создавать здесь примечания. Допустим, примечания. И уже писать там один, там что-то второе и так далее. Можно создавать таким образом. Можно создавать при помощи инструмента легенда. Я извиняюсь, только у меня черный экран показывает. Ой, прошу прощения, да, я сейчас начну трансляцию. Вот, есть инструмент легенда. При помощи этого инструмента мы можем создавать вот такие вот примечания, условные обозначения, которые мы можем потом выносить на листы. Либо второй вариант – это при помощи текста непосредственно уже на листе пишем какую-то информацию. Вот таким образом. Коллеги, давайте, если есть еще, давайте буквально еще...